Всем привет! Сегодня мы будем открывать посылочку с аксессуаром для Meizu MX-4. А именно это у нас бампер. Не хочу я носить его без ничего, без всякой защиты. Эта посылочка шла 25 дней, потому что телефончик красивый, жалко будет его поцарапать как спереди, так и сзади. Если помните, то стекло я уже получил. Решил также заказать еще бампер. Бампер вот такой вот iMac, как-то так, AirCase. То есть, если помните, недавно на канале у меня был, ну как, относительно недавно, то есть я заказывал бампер B-Pack для Asus Zenfone 6, прозрачный. И вот решил точно такой же прозрачный бампер заказать и для Meizu MX-4, чтобы, скажем так, не прятать его красоту и внешний вид. Вот такой вот прозрачный у нас бампер, весь в пленочке. Пленочка спереди, пленочка сзади. Ну, там было написано, как и на B-Pack, что он как бы устойчивый к царапинам и так далее. То есть, ну, я не знаю этого, потому что B-Pack так и со временем все равно поцарапался, потому что пластик, он пластик. Но, по крайней мере, было написано, что он эластичный. Там чуть ли не два раза его так согнули. Ну, я, конечно, не буду в нем два раза. Вот. И, соответственно, как бы, что он вроде как бы прочный. Ну, сейчас мы поставим, посмотрим, как это выглядит. И так. Отличненько сел. Телефон хорошо закреплен. То есть, как видите, внешний вид, в принципе, как бы особо ничем не изменился. То есть, он прозрачный, видно все как надо, все, что надо. Камеру не закрывают, вспышку тоже у нас не закрывают. Все хорошо, все четко и красиво. То есть, если аппарат уже будет падать либо же на эту стенку, либо же будет чем-то царапаться, уже будет, скажем так, ему проще. Ну, и также хорошо, что защищены боковые грани. То есть, опять-таки, если он будет падать вот так, то бампер его спасет. Хотя, сверху, в принципе, тоже, да. Потому что, если он будет, разве что, как-то вот так вот, тогда он попадет все-таки на телефон. А так, то вот, если даже вот так вот прямо будет падение, то здесь, не, все равно он попадет как бы на сам аппарат. То есть, по бокам защищен хорошо. Хорошо, сверху и снизу, то, ну, фактически, при прямом падении, то все равно телефон у нас коснется. Вот, так что, вот такая вот у нас штучка, не портящая внешний вид, я бы сказал бы. Грани вообще очень маленькие, то есть, бампер у нас тоненький, фактически он не увеличивает размеров аппарата. В руке сидит так же хорошо, как и без бампера. То есть, в этом плане все, 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 в принципе, нормально. Все мне нравится, все мне устраивает. Стеклышко пока что клеить я не буду, наклеиваю уже после обзора, для того, чтобы, скажем так, показывать автентичный аппарат, без дополнительных каких-то там прямом-басов и аксессуаров. Вот, сделаем обзор, тогда уже наклеим стеклышко и посмотрим, как оно будет все вместе. Все, тогда на этом я буду прощаться, всем большое спасибо за внимание, надеюсь, что видео для вас было интересным и что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Ссылочка на продавцовку, у которого я купил этот бампер, то будет, конечно же, под видео. Вступайте так же в мою группу ВКонтакте, посещайте мой сайт. Всем большое спасибо, пока!